Открой мне Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с руководителем Центра кризисной психологии при храме Воскресения Христова на Семеновской Михаилом Игоревичем Хосьминским. Добрый день, Михаил. Здравствуйте. Харьков Игоревич, необычное сочетание Центра кризисной психологии при храме. Это, наверное, и, возможно, даже единственный такой центр при храме Русско-Православной Центре? Нет, не единственный. Сейчас еще только в Москве существуют два центра. Правда, несколько от нас отличающиеся. Но если наш центр был первым в 2006 году, благословил к созданию Святейший Патриарх Алексий II, то два последующих центра были созданы уже Святейший Патриархом Кириллом. И занимаются в основном проблемами помощи именно в семейных кризисах. А мы в более широком плане занимаемся. Поэтому это, конечно, уже не редкость. Я езжу по различным регионам, епархиям достаточно часто, и вижу, что и там сообщества собираются. Буквально совсем недавно митрополит Тихон Новосибирский, Бердский создал сообщество православных психологов, и в том числе создается и там кризисный центр. То есть это как бы уже, ну, не знаю, не люблю я таких иностранных слов, но это уже вектор или там тренд. Чем вы, психологи, можете быть полезными священниками? Ну, в данном случае, наверное, не священникам задача ставится быть полезными, а людям быть полезными. И это достаточно большой и серьезный пласт именно социальной работы, которую ведут психологи, помогая людям. Это, вы знаете, это же как бы часть, по сути, по своей, часть душепопечения, но не духовного душепопечения, а в данном случае психологического душепопечения. Люди попадают в тяжелые ситуации, в серьезные кризисы. И если не может священник заниматься именно психологической составляющей этих кризисов, во-первых, потому что, так сказать, никто в целом, так сказать, не учил, практики достаточно можно получить через, конечно, через само служение, но, конечно, нужны какие-то люди специальные, обученные, которые могли бы, например, помочь человеку, который думает о самоубийстве, например. Вот я уверяю вас, что такие люди заходят в храмы, и, надо сказать, что нередко заходят, ищут какой-то помощи. И совсем немногие церковнослужители, вот подчеркиваю здесь слово «церковно», потому что это, так сказать, не только священнослужители, к сожалению, у нас существует еще другая проблема, что в основном человек, который в кризисе, он обращается за лавку, а там совершенно неподготовленные, обычные люди для оказания подобной очень острой помощи. Знаете, это можно сравнить, например, с тем, что человек пришел в поликлинику к какому-то врачу, и вот пошел сдавать в гардероб одежду, и там вот это гардеробщица ему говорит, типа, да нет, чего там к врачу, ты вот, я тебе сейчас все скажу, как, что надо сделать, там, и так далее, ты делай. Причем очень интересно получается, когда людей спрашивают, а зачем вы слушали, вот, в подобных случаях, да, они отвечают, ну, в церкви же все свято. То есть вот это глубокое убеждение людей и, в принципе, глубочайшее доверие церкви. Вот, что даже, собственно говоря, там бабушка на лавке наделяется вот неким... Сакральным смыслом. Да, каким-то сакральным смыслом, но не всегда, надо сказать, честно оправдывает. Вот в чем дело. Поэтому, конечно, вот возвращаясь, опять же, к вопросу, должны быть люди, которые могли бы в этом плане оказать реальную эффективную помощь, причем не просто как психологи, да, а в то же время и как миссионеры. И, конечно, подход должен быть с точки зрения православной антропологии, а не от ветра головы там свое я. И вот мне кажется, что, наверное, вот так бы я хотел ответить на этот вопрос. Прежде чем поподробнее поговорить о деятельности центра, расскажите, пожалуйста, о том, как вы пришли к этой работе. Ну, знаете, в центр, который был, вот я уже сказал, создан по благословению святейшего патриарха Алексия, инициатором выступил настоятель нашего подворья Архимандрит Августин, и активно был поддержан ныне вот митрополитом умским, вот. Я пришел из онкологического центра, где я работал несколько лет, помогая именно онкологическим больным. И вот там, там не было, в принципе, практически никаких условий для работы, то есть, конечно, тяжело было работать, в плане того, что там, как бы, практически не было, там, кабинетов, там, и так далее. Но школа там получена была «Будь здоров», тем более, что я это совмещал еще с волонтерством, вот, в хосписе для детей. Вот, и там сразу было видно, значит, теории какие-то, да, вот, часто оторваны от жизни, там, психологические теории. Ну, и с ними очень хорошо можно получать, там, кандидатские, там, можно писать тезисы на конференции, и таким образом повышая свой статус, как-то, может быть, продвигаться, но практически помочь тезисами, вот, больным невозможно. И поэтому находились какие-то методы, которые мы с коллегами начали использовать, и которые получали эффективную, но все эти методы в итоге упирались в мировоззрение человека. Вот, то есть, как человек воспринимает, как он переживает болезнь, в чем смысл жизни он видит, и так далее. То есть, его соматический статус напрямую зависел от его, по сути, по своему, духовного состояния. И вот тогда я и сам стал глубже, как бы, приходить к православию. Вот, как-то вот, так получалось, что до этого я все понимал, как бы, уважал, ну, в достаточной степени был далек и не выцерковлен. А тут я понял, что это просто необходимость в данном случае. И вот пошло какое-то выцерковление, пошла более глубокая работа в этом отношении. Я стал понимать некоторые взаимосвязи, скажем, которые не были для меня тогда, очевидно. И очень так хорошо получилось, что вот как раз был такой запрос, и я стал руководителем Центра кризисной психологии. И вот уже 8 лет мы работаем. Это группа психологов, которые вот оказывают помощь. Наука, по большому счету, новая. Но кризисы были всегда. Соответственно, решение кризисов тоже было всегда. И вот надо обратить, наверное, внимание, что люди всегда теряли близких. Люди всегда переживали болезни какие-то, насилие. С каждой войной было. Но тем не менее, надо сказать, что не было ни одного психолога 200 лет назад, ни одного психиатра, и ни одного антидепрессанта тоже не было. Если уж так говорить о полной незаменимости науке психологии, вот как бы... Существует без них. Да, есть, в общем-то, по этому вопросу. Можно поспорить, наверное. И вот посмотрите, что... Вот так было. И люди жили, надо, честно сказать, более гармонично, все же, да, чем сейчас. Сейчас, по некоторым оценкам, в западных странах, очень успешных, там около 40% взрослого населения сидит на антидепрессантах, по некоторым исследованиям. Да, но даже если это и не 40, скажем, даже если даже и 20, понимаете, то это все равно колоссально много. И, конечно, тоже заставляет задуматься. Но, опять же, я не скажу, что это совершенно не нужно. Кризисная психология, она развивает... Что такое вообще кризис? Как вот психология понимает, что входит в кризис? Это когда нормальный человек, по сути, да, там нормальный психический человек, вот, попадает в ненормальное обстоятельство. Ну, не норма для него. То есть, там, смерть близких, да, там, это очень резкий выход за то, к чему человек привык, да, за то поведение, за то мироощущение, за то мир восприятия и так далее, вот вышло. Значит, то же самое пережитое насилие, то же самое, там, тяжелая болезнь. Ну, суицидальные мысли, в общем, они, конечно, относятся к суицидологии, большей частью, да, как к науке. Но, тем не менее, они, в общем, тоже сопровождают такие состояния достаточно часто. В принципе, кризисом тоже можно считать и когда люди вступают в брак, как ни странно. То есть, это тоже очень резкий поворот в их жизни, когда старые поведенческие нормы уже не могут работать, а новые еще, соответственно, не сформировались. Вот. И, ну, конечно, то же самое относится к психологии, там, например, беженцев. Вот, к сожалению, тема актуальная сейчас. Вот, по которой мы тоже работаем и проводим различные мероприятия обучающие, в том числе специалистов. Вот, собственно, тот спектр кризисной психологии, о котором мы сейчас говорим. И, но, несмотря на то, что в различных учебных заведениях как бы учат этому, надо сказать, что в основном, если взять вот учебник, например, по кризисной психологии, это будет, ну, там, теории, там, как это все, там, выглядит, какие там существуют, там, градации, там, какие-то, может быть, взаимосвязи и так далее. Ну, практически ничего не говорится о том, а что реально, как, собственно говоря, помогать людям. Вот, например, умер человек. Секулярная психология здесь не может сработать. В принципе, не может. То есть, можно симптоматически ослабить вот это вот, там, напряжение, там, поработать. Но принципиально человек понять, что вот ушел близкий, куда ушел, что делать. То есть, здесь в любом случае появляется, как бы психологу, говорят, фрустрация. То есть, невозможность достичь какого-то результата, даже понять невозможно. Именно поэтому, собственно говоря, переживание людей в горе, им почти никто и не помогает. Если так вот посмотрите вообще в целом, да, вот огромное количество психологов помогает, там, в каких-то неврозах, там, изменении, там, поведения, ориентирует в профориентации, да. Но, смотрите, а когда горе, то есть, декларировать, что я могу помочь в горе, это, конечно, есть, но я еще раз скажу, что я еще пока не видел психолога, который работает вот в светском, как бы, ключе, который бы эффективно мог бы помочь в тяжелых случаях горевания человека. А у нас есть такой потенциал, и, естественно, что это не наши, там, какие-то, там, суперзнания, а как раз тот фундамент, на котором мы делаем. И если определенным образом привнести еще какой-то миссионерский элемент, да, если человеку помочь интегрироваться в православное вероучение, то он получает колоссальный ресурс, причем получает его от самого Бога. Вот, и этим, собственно говоря, и обусловлена, наверное, эффективность, с которой мы можем работать. Вот, но это не значит, что мы всех, так сказать, тащим, там, крестить, причащать и так далее. Нет, это, конечно, каждый человек сам решает. И очень часто мне приходится, например, говорить, что, вы знаете, вы в отчаянии, да, вот вы думаете, вот, не знаю, о очень плохих вещах, как бы, да, вот вы так скорбите, например, да, вот вам предлагается некий путь, вот, вам предлагается помощь. По сути, там, рука, да, почему вы ее отталкиваете, собственно говоря, чем вы рискуете, если вы за нее ухватитесь. Я вам могу примерно подсказать, где надо ухватиться. Вы уж сами, конечно, хватаетесь, понимаете, но если вам поможет, вы будете знать, что вот это вот то, что работает, собственно говоря. И очень многие, так по трезвому рассуждению, именно так и воспринимают ситуацию, и на это идут. Кто может обратиться в наш центр и с чем чаще обращаемся? В наш центр могут обращаться, в принципе, любые люди, но, конечно, в кризисах. Причем, ну, не просто, что там, не знаю, соседка что-то там сказала и так далее, или там, ну, мы стараемся как бы, просто у нас нет возможности, на самом деле, заниматься людьми, которые находятся, ну, в каких-то вот хронических, там, неврозах, которые не связаны с кризисами. Поэтому мы, в принципе, обозначили так, что помощь у нас, значит, вот людям, о которых я сказал, там, горюющим, да, скорбящим, при потере близкого, помощь у нас людям с какими-то тяжелыми заболеваниями, психологическая, конечно, помощь, да. Сейчас, в принципе, вот как бы там и беженцам, людям, пережившим насилие, тоже, потому что у них тоже бывают там психологические проблемы, вот. Ну, и по всему, по сути, вот спектру именно кризисных состояний мы готовы, скажем так, работать, вот. Вот, в легких случаях мы, как бы, стараемся не брать. И, конечно же, при тяжелых разводах, вот, когда тяжелые разводы у людей, конечно, это тоже наше. Мы это кто? Давайте немножко расскажем о команде. Да. Сколько вам можно доверять? Да, у нас пять психологов. Все люди православные, все, конечно, люди, которые ведут воцерковленную жизнь, вот. Ну, есть, конечно, более известные, есть менее известные, ну, например, более известная, там, замечательная психолога Людмила Федоровна Ермакова, да, которую, я думаю, очень многие знают, в том числе и из православных, вот, она консультирует у нас. Ну, мы, конечно, держим связи с другими специалистами из других центров, и, собственно говоря, как-то все друг другу более-менее, наверное, знаем все же. Насколько я понимаю, это бесплатная услуга? Да, у нас совершенно бесплатно все, то есть любой человек может прийти, при желании он там может оставлять пожертвование, если у него есть такое желание, собственно говоря, то тоже никто не запрещает, но услуг, безусловно, бесплатно уже, вот, с самого начала, собственно говоря, с самого основания нашего центра. Ну, не секрет, что победить, преодолеть горе за один раз невозможно. Вообще, по вашему опыту, как долго вы ведете человека, который к вам приходит? Вообще, в принципе, у нас все рассчитано на достаточно быстрый, как бы, эффект, потому что, знаете, как долго заниматься там годами, это вот как психоанализ, понимаете, они там по три по четыре года там кого-то ведут, так и за три-четыре года любой кризис сам пройдет, собственно говоря, и никакого не надо там психоаналитика, вот. Важно именно помочь эффективно, в достаточной степени, быстро. И вот здесь, конечно, надо четко при первой консультации понять, в чем проблема у человека, потому что само горе, его не надо, например, горе превращать там в радость, понимаете, потому что надо вот эту черную скорбь, которая там неправильно, например, пошла по каким-то причинам, да, горе – это длительный процесс, надо направить в то русство, как бы, чтобы оно могло нормально пройти и закончить светлой печалью об умершем человеке, вот, в итоге. Поэтому надо найти, собственно говоря, в чем неправильно протекает. Если оно правильно протекает в соответствии с теми этапами, которые для горевания, как бы обусловлены гореванием, да, то вообще все нормально, даже не надо вмешиваться. А если неправильно, то надо вот на это указать, объяснить, пояснить, дать какие-то материалы, значит, причем мы часто используем, вот именно чтобы самостоятельно тоже работали, потому что когда просто приходят, вот сделайте мне все, понимаете, на самом деле ни один психолог так не может сделать, понимаете, потому что в любом случае это внутренняя работа самого человека, важна в данном случае, мы так работаем. Вот, но обычно там, вот у меня лично, там, ну, две консультации, там, ну, три, вот. Ну, это, честно говоря, максимум. Михаил Игоревич, ну, вы и ваши коллеги все-таки такие штучные экземпляры. По всей стране люди в этом нуждаются, но зачастую не находят таких людей. Насколько я знаю, вы много ездите по регионам, проводите семинары, обучающие в том числе для священников. В чем цель этих занятий и могут ли после этого священники помогать, оказывать психологическую помощь? Да, проведено уже во многих регионах по благосостоянию правящих архиереев. Я провел семинары по ошибкам пастырского душепопечения и определенным ресурсам, которые в современных условиях пастыри могли бы использовать гораздо, так скажем, эффективнее. И в основном, конечно, мы говорим о тех, как бы, ну, знаете, вот если есть там чувство вины, да, вот бывает так, что пастырь, не разобравшись, да, вот может какое-то там чувство вины излишнее там навязать человеку, да. То есть такие вот ошибки, все люди, все буквально ошибаются. Это, конечно, не значит, что там священники все ошибаются, да, просто достаточно и на самом деле очень небольшого процента случаев, да, но как бы тяжелых, да. Знаете, если у нас сегодня такая медицинская тема, то, знаете, ну, достаточно, что хороший хирург ошибется всего, может быть, там раз 10, может быть, из 1000, да, но это будут серьезные ошибки, да. И лучше это, конечно, профилактировать. Кроме того, мы говорим о том, какие инструменты можно использовать, вот какие психологические, по сути, знания, не просто там теории какие-нибудь, там личности, которые вот иной раз некоторые говорят, что священники должны знать, а зачем, собственно говоря. Вот именно практические какие-то материалы, которые они легко могут понять без какого-то специального там образования, специального психологического, да, и, конечно, потом, собственно говоря, используют. В том числе материалы специальных, собственно говоря, сайтов, вот, и мы это все в такой понятной и удобной форме подаем. И, в общем-то, надо сказать, что все участники семинаров, ну, во всем случае, пока, насколько неизвестно, да, все очень довольны, и правящие архиереи тоже. И, кстати говоря, такие семинары проводились и в Минской Духовной Академии уже, вот, и других, собственно говоря. И вот последний раз даже было, вот, в рамках Рождественных Вечтений в Храме Христа Спасителя на одной секции я делал достаточно большой доклад, вот, как раз по этому вопросу. Мы находимся сейчас на телевидении, на телевизионном экране, в этом смысле я не могу не задать вам вопрос, а какую роль телевидение играет с точки зрения психологического состояния человека? Знаете, телевидение – это некий инструмент, да, это все равно, как, в принципе, задать, а какой вот топор играет роль, так сказать, у человека. То есть топором можно сделать очень хорошие вещи, можно сделать очень плохие вещи, как мы знаем. И, конечно же, смотря в чьих руках. Вообще формирование среды, вот, той среды, в которой мы живем, в том числе, конечно, в первую очередь информационной, очень важной для человека, который… Потому что мы люди, и это, опять же, в психологии совершенно точно установлено, мы существа, по большому счету, подражательные, да, мы смотрим, как делают другие, мы социальные существа. Вот, и мы смотрим, если кругом один грех, то, конечно, вот эту грань переступить в грех проще. А этот грех, он льется буквально с телевидения много и часто. Хотя сейчас, надо сказать, что вот мне лично кажется, какой-то наметился все же перелом, потому что появляются какие-то программы важные, интересные, с нравственным содержанием. Ну, я уж, конечно, не говорю про телеканал «Союз», это уж давно известный как раз рупор, там, нравственности и ответственности, да, но я вот вижу, что в некоторых местах все-таки что-то начинает, как бы, меняться. А вообще, я и наши специалисты, мы часто на телевидении, на разных, там, центральных каналах, не центральных. И, собственно говоря, то есть, в какой-то степени мы и в этом принимаем активное участие тоже. Совсем в завершении нашей программы, как обезопасить себя от турного влияния центральных телеканалов, если оно присутствует? Просто не смотреть или как-то избирать? Ну, вы знаете, я так думаю, что такого рецепта прямого прям не существует. Это вообще, конечно, определяет духовно-нравственное стержень, все, значит, вот если он есть в человеке, то он может себя, собственно, обезопасить от какой-то грязи, если он понимает, что это грязь, да, а если человек даже не понимает, что это грязь, собственно говоря, все. И от широкого кругозора вообще человека, чтобы он был несуженным зрением, вот только уткнулся в этот ящик, да, и вот видел, и думал, что вот именно такой вот и есть мир, да. Вот когда он все-таки шире, когда он развит, у него есть больше возможностей для маневра, чтобы, собственно говоря, каким-то образом не поддаться вот на такое искушение. Большое спасибо за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе. Всего доброго. И пусть весь мир ликует и поет Разбуженный пасхальным перезвоном И слезы вдруг, как ручейки по склону И тает в сердце многолетний лед Так пусть весь мир ликует и поет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok